всем здравствуйте сегодня мы с вами будем рисовать мишку полярного мишку умку всем известного ну возможно у нас он не особо будет похож на умку но тем не менее это будет у нас полярный белый мишка и так нам понадобится бумага карандаш краски и нам еще сегодня обязательно понадобится белая гуашь вот я использую вот такую как здесь показываю вам сейчас это мастер-класс титановое белило вот она достаточно хорошая по консистенции поэтому нам она подойдет итак начнем с вами наш рисунок с построения фигуры мишки вот но для этого сначала чтобы нам полную картину выстроить мы прочерчим вот такую линию не совсем ровную оставляем немножечко пространство тут у нас будет небо здесь у нас будет снег для этого мы прочертили и чтобы понимать где у нас будет идти мишка вообще его можно конечно было бы поставить вот сюда уже прям на снег до чтобы он не на линии горизонта был но у меня хотелось мне хотелось бы сделать такую задумку как бы что у нас идет прям вот по линии горизонта и позади него у нас будут такие снежные как ну не горы а как такие холмы вот давайте тогда его поставим вот сюда прям на линию горизонта и так построение мишки у нас будет заключаться в несколько этапов смотрите мы сначала будем рисовать с вами фигуру которая будет напоминать его тело это такая вытянутая грушообразная будет форма вот но начнем мы не с этого начнем мы с головы голова у нас будет это как такой немножечко деформированный круг почему говорю что немножко деформированный потому что он будет немного вот так вот вытянут вот смотрите здесь у нас будет располагаться голова вы с вами нарисовали вот такой вот круг и от этого уже будем отталкиваться здесь мы сейчас будем рисовать как раз таки эту вытянутую форму которая будет его телом и так смотрите я буду вот так соединять сразу несколько этих линий то есть вот так огибаю эту форму здесь голова у нас до дальше немного изгибаю его тела и вывожу вот такую линию вот так смотрите линии не обязательно должны быть очень тонкими не обязательно четкими потому что в процессе мы воспользуемся ластиком и все это сотрем ненужное нам главное сейчас построить фигуру которая будет более точная да и так как я говорил уже это будет такой небольшая как груша да такая вытянутая вот то я понимаю что вот здесь у нас должна как тогда его морда идти заканчивается вот тут эта голова и мы его так эту пропорцию должны немножко соблюсти вот чуть вытягиваем и вот так делаем этот овал я его сразу заверну вот сюда вот и вот такую грушообразную форму мы получили собственно это и должно быть его телом дальше смотрите почему у меня вот здесь такая линия до пошла это будет нога у него есть две задние лапы две передние лапы поэтому мы сейчас с вами так и определили эту форму дальше смотрите мы вот здесь намечаем вот такой бугорок этот бугорок как раз таки будет нам передними лапами смотрите вот так проводим и выводим и так одну лапу тут пошире конечно внизу она да да как то у него должна быть лапа и здесь будет еще одна лапа это смотрите задние у нас получается со стороны спины то есть этот линии мы вообще сотрем и вот эту тоже подотрём внутри а это будет передняя которая нам видно да она тоже у нас идет из этого бугра но он мы сейчас так вот прочерти на и движение вот нам ее будет видно так она у нас выходит тоже такая лапа вот здесь вырисовывается какая-то у нас форма так и вот так мы ее завершаем здесь вот из по факту у нас вот такие две передние лапы прорисовались ну тут немножко мы поправим конечно уже в процессе здесь пока просто так я формы очертания сделала и дальше смотрите мы возвращаемся к задним лапам одна у нас будет идти вот здесь какая-то уже немножечко к низу расширяется сама вот эта лапа его вот мы ее тоже так вот видим а другая у нас идет вот здесь даже смотрите у меня очень такой длинный получился мишка я его сейчас в процессе вижу эту диспропорцию и немножко так укорочу вот эти вот формы вот и как раз задняя лапа которая должна была идти вот здесь так и идет вот смотрите вот у нас получилась такая с вами форма да но естественно мы с вами это все не закончили сейчас еще нам нужно будет нарисовать его морду смотрите вот здесь мы уже провели да форму эту вот собственно дальше у нас у мишки морду будет более узкая поэтому мы с вами его так сужаем и вот здесь сужаем и тут уже просто получается получается рисуем так вот завершаем это все носом нос можно сразу выделить так вот темным и вот здесь собственно где у него идет переход до из черепа вот где у нас глаза в морду где у нас есть этот круг мы сейчас нарисуем с вами ему ушко вот вот так к примеру она у нас будет идти второе которое будет виднется да из-за головы из-за его и вот здесь мы рисуем глаз вот здесь у нас будет такой вот глазик вот по факту у нас с вами получилась такая вода форма из фигур вот теперь смотрите нам нужно стереть какие-то лишние детали и хорошенько обчертить вот эти вот линии того что мы уже не будем стирать поэтому мы будем использовать мягкий ластик и все эти формы немножко уберем да не нужны и так смотрите лапу одну будет нам немножко вот так видно ее движение но она у нас не вся тоже видна на карандашном рисунке вот смотрите лишние линии мы все должны затереть потому что мишка у нас будет достаточно светлого оттенка и нам не нужно чтобы у нас эти линии проскальзывали вот поэтому стараемся хорошенечко их затереть так естественно то что нам сейчас нужно поправить мы сразу поправим да вот вот эти построенческие линии здесь лапа у нас здесь такие даже знаете вот вот тут будут такие вот больше полосы да как вот просто прорисованные движениями вот смотрите у нас получился вот такой мишка он у нас в процессе того как он идет да вот здесь тоже лапку можно немножко поправить будет вот одна у нас так хорошо получилось вторая слишком тут широко я сделаю чуть поезжать по изящнее вот так по премии и собственно с вами получается картинка вот такая отлично смотрите мишку мы с вами нарисовали и сейчас будем заниматься тем что раскрасим фон который позади него это очень важно сейчас будет потому что фон который позади мишки он у нас будет темным для этого нам с вами нужно будет смешать оттеночки и мы будем накладывать я буду мешать вот на листе бумаги у меня здесь вот уже да такие есть зачатки цвета будем смотреть оттенок какой нам нужен я предлагаю вам использовать все оттенки темно-синего просто синего да и мешать к ним немножко фиолетового фиолетовый можно добавлять в конце уже в процессе либо же можно добавить его сразу в смесь красок я так намешал разные оттенки беру толстую такую достаточно кисточку и вот такими движениями буду сейчас закрашивать все это пространство которое позади мишки находится и собственно смотрите что нам очень важно будет здесь сделать это сделать заливку неоднородный поэтому смотрите мы очень аккуратно будем подводить к его контуру да вот и и дальше вот так закрашивать нам важно подводить к контуру пока к контуру мишки пока краска у нас вот здесь не высохла для того чтобы у нас было не было такое как это сказать не было такой формы да что как будто бы мы вот его как раз обвели нам этого не нужно но почему мы делали именно так потому что нам нужно было сделать карандашный рисунок да и собственно чтобы фон у нас был отдельно уже от него то есть как бы мы не могли по темному мишку нарисовать по темному фону вот и смотрите дальше когда уже на все будет высыхать мы будем делать вот такую неоднотонную заливку неоднородную для того чтобы показать что это у нас как бы такая не такое небесное пространство что мы тут видим простор и можно даже так вот в мокрое добавлять цвет отлично сейчас нам нужно справиться вот с этой вот заливкой так я немного буду крутить рисунок для того чтобы не смазать ничего вы тоже можете так делать потому что когда нам нужно обводить форму мы должны очень аккуратно это сделать здесь уже не принципиально крутим рисунок не крутим доводить до краев листа я не буду цвет вы можете докрасить вот у меня вот немножко вот так и опять же да потемнее посветлее цвет мы добавляем не боимся когда у нас это все будет высыхать и он будет становиться не такой насыщенный не такой яркий поэтому не стесняемся очень аккуратно вот здесь до обводим мишку естественно когда мы его раскрасим он у нас очень хорошо впишется фон это сейчас кажется да такое белое пятнышком но в процессе уже это таковым не будет отлично цвет да не забываем добавлять какой-то более насыщенный и интересный вот так мы почти его ввели отлично здесь на самом деле тоже можно сразу немного зайти этим цветом потому что у нас будет на снегу отражаться небо поэтому не боимся там уже можно будет заходить на снег внизу отлично вот у нас получается с вами такая заливочка мы сейчас несколько раз ее повторим когда у нас высохнет краска мы добавим еще цвета нам нужно чтобы у нас фон получался очень таким играючим и реалистичным потому что в этом-то у нас и достаточно большая изюминка нашего рисунка в том как мы поработаем с фоном и с цветом поэтому прям подводим к мишке не бойтесь если вдруг зайдете случайно это все можно перекрыть будет гуашью но все равно в процессе рисунка мы должны учиться с вами очень аккуратно раскрасить фон да не задевая сам рисунок поэтому с вами все-таки стараемся выводить цвет не заходя за линии которые мы уже отметили да тут можно вот это сделать это ему на лапу зашла смотрите вот тут не надо вот это вот лишнее поэтому смотрите пока у меня ничего не высохло я просто этот цвет с его ноги вывожу то есть видите как будто я и не задевала здесь вот мы тоже получается фон раскрасились и смотрите еще раз проходимся по вот этим заливкам добавляя цвет более насыщенным мы конечно в процессе можем еще потом тоже вспоминать про вот этот фон и подрисовывать его но мы можем и сейчас у него часть цвета опять же добавить нам нужно чтобы у нас получилась такая неоднородная заливка видите тоже на рисунке очень красиво когда он высыхать неоднородно поэтому где-то темно где-то светло это не боюсь и добавлять цвет можно даже чуть больше вот так воды до да где лицо мишки и мордочка его тоже чуть-чуть вот так обвела отлично смотрите пока у нас здесь эта заливка поработала на нас да что мы будем делать мы берем гуашь у нас она уже будет с оттенком потому что вот вот так мы будем размывать фон который внизу какой у нас там фон снежный правильно да поэтому мы вот так с вами подрисовываем вот этот весь фон то есть если сейчас вам рисунки не слишком сильно это видно да но вообще у нас вот здесь вот такой вот оттенок будет тоже просто более светлый за счет гуаши мы этот цвет делаем таким вот нежным 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 да это у нас снежный покров мы его тоже делаем не совсем однородным почему он темнее там где мишка потому что на снег падает тень да здесь нам с этим все он сразу понятно поэтому уже никаких вопросов к этому не может быть вот и смотрите таким образом мы с вами работаем с фоном где снег да все это размываем вот так делаем просто оттенок но при этом фон у нас все равно остается светлым да вот здесь мы это вот так вывели бы после мы еще немножечко подрисуем тоже несколько таких интересных линий чтобы показать фактуру вот но пока что у нас здесь фон сохнет здесь тоже мы даст фоном работали у нас тоже здесь сохнет вот такими неровными линиями хорошо вот все пока что с фоном наши с вами работа на данном этапе закончена вот отлично теперь мы с вами будем раскрашивать мишку мишку мишка у нас тоже будет светлым как вы уже догадались и на него будут падать оттенки от неба вот но я хотела бы сделать не совсем синий до цвет который будет падать на него оттеночный а более такой серый с темным возможно даже темно такой коричневый взять поэтому когда будете сейчас раскрашивать вот на палитру можно себе темно-коричневого оттенка взять и он как раз нам будет помогать в этом достаточно хорошо и так смотрите что мы собственно сейчас с вами будем делать мы будем раскрашивать фон мишку дам то есть как бы заливать саму эту фигуру для этого гуашь нам естественно понадобится и немножко вот того оттенка который мы с вами брали ожидать коричневый как я вам показала и чуть-чуть такой синеватости которая идет у нас от фона смотрите мы сейчас просто пока зальем фигуру мишки когда мы перекрываем карандаш да у нас получаются такие тоже темные линии они нам только на руку потому что мы просто вырисовываем вот этот вот вот эту вот фигуру вот этот вот рисунок сам да и мы не боимся поэтому закрашивать эти линии и получать какой-то вот тоже такой оттенок да вот видим что у нас везде есть оттенок карандаш нам тоже дает оттенок и там где мы смотрите рисовали вот как фон да мы тоже немножко можем заходить на него и это будет давать нам опять же определенный тон вот нос я не буду трогать а вот здесь все я сейчас как заливаю гуаши и глаз тоже я могу вот так оставить а вот это вот все где ухо тоже смотрите оставляем да вот это все заливаем гуаши мы сейчас будем как бы вырисовывать до мишку почти что заново буквально вот где-то и даже форму сделаю ему больше да тоже гуаши потому что смотрите я вот на него смотрю мне кажется голова достаточно массивная а вот форма где у него задние лапы не совсем поэтому чуть-чуть гуаши можно поправлять вот эту вот форму размер и так далее да то есть вот здесь мы с вами с этим можем поработать вот тут где у него лапка я тоже хочу такому более так фактурно выделить его формы смотрите тем самым мы когда так раскрашиваем и его вписываем в тот фон на котором он у нас находится да здесь вот так можно более тонко использовать цвет для того чтобы у нас остались эти карандашные линии которые мы помним нам нужно будет повторить поверх того что у нас имеется уже да на рисунке там где лапки можно будет более насыщенный использовать да вот этот вот цвет вот выявили вот так и здесь также мы ему тоже лапку эту выявили смотрите карандаш перекрыли и у нас получается что форма дает оттенок да то есть карандаш опять же как я и говорила он дает нам тоже свой такой тон который нам на рисунке вполне не мешает даже помогает вот здесь сейчас у нас важная задача это заливка всего рисунка там где мы вышли ничего страшного можно его провести прям пальцем все это под правилом вот нам сейчас важно вот эту форму всю залить и не работать с красками чтобы сделать оттенок вот формы нас проведены до здорово мне кажется мишка у нас должен получить очень интересным вот там где ушки мы тоже сейчас вот так пока это все закрасили после помним да что мы это все поправим цветом смотрите у нас получилась такая вот прям форма мишки вот тут где мордочка да у него нос я сейчас и нос тоже вот так проведу для того чтобы потом черненьким цветом темненьким да таким его закрасить и вот здесь тоже да немного вот так формы эти выводим тоненькой так кисточкой до краешка вот единственным девушки можно не выводить а все вот это то что у нас было так вывели и у нас получается такая да фактура уже самого мишки смотрите как здорово вот у нас как раз видно сразу да как он у нас зарисовался и какая у него форма смотрите нам нужно показать теперь вот эти все объемы у нас немножечко карандашные линии проглядывают и мы сейчас как раз с ними и будем работать работать будем с тем коричневым оттенком будем брать его очень аккуратно очень так светло и с водой да смотрите мы вот здесь прорисовываем тоже немножечко вот такую вот оттеночную часть потому что на эту лапку падает тень от той которая у нас спе и спереди то что это позади идет вот так же смотрите там где мордочка у нас да мы тоже должны положить вот такие оттеночные линии где уж пока даже еще не трогаем там будет более общей темные вот смотрите это очень такая тонкая работа с тенями потому что тени они у нас весь рисунок дополняют вот если когда мы накладываем и видим да что вот здесь у нас уже такая легкая полу тень идет можно использовать еще немножечко синенького цвета в рисунке вот так сейчас мы будем это все проводить и так это все выведем очень так тоненько вот это все прорисовываем и накладываем вот эти тени там где спинка у него тоже идет вот этот тень и его так смотрите там сильно провела и и после беру воду и вот так ее вписываю весь наш рисунок тень помним да она у нас вот так вот везде прям проходит вот тут вот где у него лапа в лапу уходит вот тут тоже будет тень идти вот здесь на той лапке которая позади и туловище тоже идет тень я сейчас вот так ее прям намечу а потом кисточкой и и впишу в весь рисунок вот здесь у нас да мы прорисовываем вот эту лапу его вот там где мордочка но вспомните нос у нас будет совсем темным и его в процессе попозже дорисуем уже вот и не забываем естественно вот здесь тоже сделать вот эти тени которые нам очень-очень нужны будут то есть мы вот так сейчас все намечаем и потом уже будем кисточкой прорисовывать хорошо смотрите теперь я просто помыла кисть беру и буду тут вот где нос мы пока его можем закрасить и просто буду эти тени вот так растушевывать вот так растушевывать и все вот эти линии тоже идут под растушевку тем самым мы их с вами делаем просто объемными так отлично отлично вот тут да тоже линия где заднюю лапу рисунок сразу становится объемным и вот там где у мишки получается линия которые которые здесь мы с вами тоже докрашиваем чуть-чуть белым и вот так вот делаем эту полутень которая у нас идет отражением от неба да и падает вот этот цвет отлично вот здесь также можно немножечко ему добавить тени вот смотрите то есть у нас белый цвет мишки да получается совсем не белым он у нас получается оттеночным оттенок этот у нас совершенно от всего идет и от неба и от его движение то есть от самого мишки да вот так чуть-чуть посветлее можно до в лапки ему так добавить цвета тоже вот так смотрите теперь нам нужно поработать будет с носиком с глазками с ушком я возьму совсем тоненькую кисточку прям совсем тоненькую тоненькую вот так она мне выглядит намочу ее и буду тоже прорисовывать ему такие вот детали так возьму уже здесь более темный нос и коричневый цвет их уже на палитру его выведу не совсем не хочу черный добавлять цвет пусть будет вот таким светлым вот и здесь я ему получается глаз рисую да вот глазик тоже мы его вот так аккуратно прорисовываю и нос нос у нас вот здесь прям идет вот глаз носик и ушка нам нужно прорисовать одно и второе то есть еще глазик уже подсохнет будет выглядеть более так реалистично и смотрите ушко я вот здесь прорисовываю так тоненьким таким цветом и второе ушко оно у нас за вот этой до линии головы я линию головы сейчас и так вот обвела и потом водой ее вот так вписываю тоже туда более тонко да там где ухо тоже так более тонко вот так все это ведем такими линиями вдоль тела и уже цвет мы добавляем смотрите так где-то прям просто требуется то есть если где-то нужно добавить какие-то вот тени мы с вами смотрим на свой рисунок да и прорабатываем эти формы то есть он у нас не должен быть таким вот плоским за счет того что мы кладем вот эти вот оттеночные тени на весь рисунок у нас рисунок становится объемным да вот здесь вот мне кажется такой синенький тоже надо добавить немножечко цвету лапу у нас то что там позади и мы должны показать вот этот вот вот эту форму всю до того что она у нас объемная такая вот мне кажется что таким образом очень удачно получается показать с вами вот эти формы сейчас когда подсохнет вот здесь мы прям шаги мишки выделим очень так хорошо смотрите мне кажется у нас получается очень такой реалистичный мешутку вот здесь где ухо я тоже чуть-чуть сейчас размой вот этот вот свет который такой да у нас показался слишком темно мне кажется вот в глаз тоже такой небольшой блик про внутренний да так он смотрит у нас тут вот нос у нас и там где нос тоже небольшие такие можем темненькие далку такую линию провести там мёда и рот вот ну так вот тоже выделяем и вот так выводим эту линию отличным вот мне кажется у нас прям мишка получился по оттенку очень такой натуральный и так ребята дальше что мы с вами будем делать мы будем рисовать на фоне линии и прорабатывать еще и еще наш фон нам нужно сделать его более таким реальным смотрите там где вот у нас идет мишка мы вот такие прям темные следы вот так дорисовываем будут вот этот темный то что мы взяли мы можем его вот так фон еще вписывать вот так и вот тоже отсюда я беру здесь это слегка вывожу фон чтобы это не казалось слишком ярким и по всему этому фону мне хотелось бы нарисовать вот таких линий которые показывают прям движение может быть ветра может быть все не знаю просто какие-то такие да как сугробы очень тоненького так их прорисовать и даже в какой-то сделать такой возможно узор пусть они будут не слишком ровными да вот так вот мы поработаем с этими оттенками снежными такими вот эта кисточка которая такая скошенная она очень хорошо может сделать такие заливочные формы смотрите опять же не весь до фон но тем не менее мы с вами вот так это подрисовываем и теперь нам нужно еще немного поработать с фоном который позади мишки у нас идет я вообще хотела сделать его более темным но я думаю здесь в принципе уже можно не делать это просто взять гуашь и тоже подрисовать такие красивые светлые линии нам нужно взять и будет достаточно жидко то есть много воды и и тем самым мы сделаем ее не такой светлый как она может быть смотрите начнем вот отсюда я так сейчас чуть-чуть проверну поверну рисунок и попробую показать вот так вот у нас проходит и здесь вот это у них идет линия такого как горизонта можно сказать я тоже прорисовываю вот так вот белым но видите у меня такой этот белый цвет он очень легко идет за счет того что много воды в нем вот и здесь просто такие фантазийные линии хотелось мне показать вот я надеюсь получится сейчас тоненько сделать это то есть вот такой прям как сугроб ну вот так пластичный очень идет давайте сейчас прям еще больше гуаши чтобы прям так прорисовать эту линию она такая позади мишки проходит такой тоненько тут может так расширится как-то не северное такое сияние просто у нас узоры будут на фоне и вот там может она сузится и здесь мне хотелось показать тоже такими вот линиями ее направление то есть возможно это какие-то пусть ветра да какие-то у нас там дают или просто что-то такое да вот вот такие узоры мы ее прорисовываем здесь нужна тонкая кисточка и терпение конечно же чтобы сделать какие-то такие узорчатые линии не очень такие толстые они получаются может быть у вас потоньше получится будет здорово вот мы показываем такое какое-то движение динамик на фоне это может выглядеть как вообще да сугробы которые есть на фоне неба просто нам и ход позади и издали видно вот таким образом и дальше в процессе работы я поняла нам нужно сделать вот таким движением на кисточку набрать воды с гуашью и вот так немножечко поделать на фоне и как звезды может быть даже да может быть это будет такой снег у нас такие как пятнышки белые на мишку если не зайдут это вообще не страшно то есть такими движение мы просто по кисточке немножко так пробили пальцем и получили точечный такой рисунок рисунок и так ребята смотрите ну я считаю наш мишка с вами готов вот и в принципе фон тоже мне очень нравится такой заснеженный поэтому буду ждать ваших работ присылайте нам тоже в группу вконтакте их или может быть на почту как вам удобно спасибо что со мной порисовали всем до свидания я я я я я я я